Всем привет! С вами Лена Стасевич. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом просто обалденной вкуснятины. Рецептом пахлавы и начинки из грецких орехов. Пахлаву мы будем делать из тоненького теста фила. И в начинку можно использовать абсолютно любые ваши любимые орешки. Посмотрите, какая она получается сочная, слоистая, ароматная, очень вкусная. Просто супер! Давайте скорее начнем ее готовить. Итак, для начинки и самого теста нам понадобится 450 грамм любых орехов или смеси орехов. Я взяла грецкие орехи. 450 грамм теста фила, вот такого в упаковке, покупного. 200 грамм сливочного масла от 82% жирности. Чайная ложка молотой корицы. Для сиропа понадобится 200 грамм сахара. 5 столовых ложек меда любого. 3 четвертых стакана воды. 1 столовая ложка свежего лимонного сока. 2 палочки корицы. 1 полоска лимонной цедры. А также щепотка молотой корицы. И щепотка молотого кардамона. Итак, для начала подготовим орешки. Орешки можно измельчить с помощью ножа. Либо сделать это, как я, в блендере. Вот до такого состояния орешки у нас получились не совсем мелкие, но и не крупные. Далее возьмем сотейник с толстым дном и будем готовить сироп. Для сиропа смешаем сахар, мед, добавим воду и добавим сюда лимонный сок и специи. Это щепотка корицы и щепотка молотого кардамона. Также добавим сюда лимонную цедру и палочки корицы. Палочки корицы, в принципе, по желанию, не обязательно. Поставим вариваться сироп до загустения. Сначала варим сироп на небольшом огне до растворения сахара, а затем огонь уменьшаем ниже среднего и оставляем сироп, периодически помешивая, на 10 минут. Варим его до густого состояния. Итак, пока варится сироп, мы будем непосредственно готовить нашу пахлаву. Потому что сироп нам понадобится позже. Итак, подготовим начинку. Возьмем наши измельченные орешки и смешаем их с солью и корицей. Все хорошенько перемешаем. И также растопим сливочное масло в микроволновке до вот такого состояния. Также подготовим силиконовую, либо какую-то другую кисточку, в которой вы будете смазывать ваше тесто. Удобно это делать вот такой силиконовой кисточкой. И подготовим тесто филы. Его необходимо было предварительно достать из морозильной камеры и разморозить в соответствии с инструкцией на упаковке. Посмотрите, какое-то тесто тоненькое, но тоньше листа бумаги. И очень-очень много слоев. Аккуратно его разворачиваем. После того, как оно разморозилось, оно вот такое вот мягкое получилось. Но не оставляйте долго его не накрытым, потому что оно очень быстро засыхает. Смотрите, разворачиваем тесто на чистой ровной поверхности. И возьмем форму. У меня форма вот такая 20 на 30 сантиметров. Я прикладываю ее и обрезаю тесто в соответствии с размером формы. У меня получилось как раз вот пласт теста. Разрезаю пополам и обрезаю нижнюю часть. Ее можно выбросить. И посмотрите, вот такая стопочка листов у нас в итоге получилась. Чтобы тесто у нас не засыхало, возьмем чистое влажное полотенце и накроем сверху. Будем каждый раз накрывать тесто, потому что оно очень быстро высыхает. Буквально за пару минут оно станет у вас сухим. И посмотрите, сироп уже приготовился. Вставляем его в сторону, пусть стоит. Сироп должен остаться такой жутковатый. И начинаем собирать нашу пахлаву. Смажем форму тоненьким слоем сливочного масла и выкладываем первый слой теста. Также смазываем тонким слоем, но покрываем маслом весь-весь пласт теста. Далее сверху укладываем еще 6 листов теста. Каждый слой мы промазываем сливочным маслом. Таким образом у нас получилась стопка из 7 листов теста, каждый из которых смазан тонким слоем сливочного масла. И теперь выкладываем 1 четвертую часть начинки. Вообще, как можно рассчитать начинку? Разделите количество листов на 7 и тем самым вы узнаете, на сколько частей нужно разделить вашу начинку. Сверху опять покрываем листом тесто, смазываем сливочным маслом и выкладываем еще 6 листов сверху. Каждый промазываем сливочным маслом. Затем опять начинка. И таким образом собираем всю нашу пахлаву. Вот такая у нас стопочка получилась. Теперь мы ее разрежем ножом, прорезаем почти до самого конца и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на минут 40. Вот такая пахлава получилась. Видите, какая она красивая? Она даже чуть-чуть приподнялась, увеличилась в объеме, стала такой более пышной. И теперь, пока она еще горячая, поливаем ее нашим сиропом. Поливаем хорошенько, заливаем сироп во все промежутки между ромбиками, чтобы вся пахлава, все тесто и орешки очень хорошо пропитали сиропом. Аромат стоит просто невероятный, балденный, очень вкусный, прям такой восточный запах пряности. Я очень обожаю восточные сладости. И эта пахлава одна из моих любимых среди восточных сладостей. И, как видите, ее очень легко и просто приготовить дома. Даем пахлаве постоять несколько часов, и тогда ее можно будет кушать. Итак, давайте разрежем на коне ромбики. Посмотрите, какая вкуснятина, какая красота. Кажется, что масла сливочного очень много. На самом деле, масла немного, его как раз в меру. Не чувствуется вкус какой-то масляный или какой-то жирный. То есть, нет абсолютно такого вкуса. Если вы возьмете, конечно, хорошее, качественное масло от 82% жирного, то запаха никакого и никакого неприятного вкуса не будет ощущаться. Наоборот, масло придает такой сочности, нежности и сливочный такой вкус добавляет. Просто отличное сочетание орехов и пряностей, а также лимонного сока, лимонной цедры, все эти запахи, ароматы пропитали нашу пахлаву. Она получилась просто обалденно мягенькая. Посмотрите, какой вкус. Ее просто кусаешь, она такая сочная, просто тает во рту. Обязательно приготовьте. Как видите, готовится очень легко и просто. Тесто продается, например, я купила это тесто в кондитерском магазине, в магазине для кондитеров. Оно стоит буквально полтора-два доллара. За такую упаковку, я считаю, что это недорого, потому что получается довольно много пахлавы, и хватит, чтобы угостить ваших друзей и покушать большой семье. Я надеюсь, мой рецепт вам пригодится. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня на инстаграм и в ютуб. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok